Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Офинарс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть, и сегодня мы с вами поиграем за мумию в лесу. Такс, у нас здесь уже, кстати, инвейд к нам идёт, нужно сейчас поосторожнее быстренько отойти. Не знаю, как там Эс выживет, не выживет, но я надеюсь, что он выживет. Я очень на это надеюсь, нас уже заинвейдили. Решил вам показать, рассказать про такого интересного и прикольного чемпиона, как мумия. Потому что этот перц реально уникальный, можно так сказать, потому что он сочетает в себе как танка, так и прокастера. То есть мы его будем с вами собирать в такой прикольный билд, в котором он будет наносить очень много урона и при этом очень хорошо танчить. Будет в целом очень полезен. Ну и самое главное то, что это в целом всё-таки танк, он в большинстве ситуаций будет подходить, и он довольно-таки простой. Его легко освоить, что при небольшом время вложении уже закроет такую проблемную позицию, как Лес, если вы играете на другой позиции, вам просто нужен какой-то чемпион для автофила. В то же время, если вы мейните Лес, он тоже очень уникален. Это, опять же, танк с АП уроном. Поэтому это очень-очень хорошо, и во многих ситуациях такой набор именно сочетания качеств очень сильно ценится. Что бывает в ситуации, когда у вас вот так, как у меня сейчас, именно АД-мидлейнер, и в таком случае, естественно, нужно как-то найти где-то, да, АП урон. Можно взять его в лес и, собственно, быть очень полезным. Особенно зачастую, если у нас АД-мидлейнер на мидлейне, это ассасины, правильно? То есть, либо там Ясу тот же самый, и у нас недостаточно будет выживания. Может не хватать просто. Нужен и танк, и АП урон. Вот, собственно, мумия, идеальный вариант. Идеальный вариант. Первым делом сейчас сразу быстренько забираем всех волчков, и отправляемся, и отправляемся с вами... Так, возьмем сразу бинт, естественно, и отправляемся в верхний лес. Я сейчас буду начинать сразу с фулл зачистки. Фулл зачистка очень сильно нам пригодится. Это must have. Потому что рапиться нам особо некуда. Там Каин, он не такой уж и сильный в ранней игре. Про руны тоже сейчас все расскажу. Поначалу Каин слабоват. Это позволяет нам сейчас осуществить полную зачистку леса. И уже сейчас с бафом куда-то выходить. Но, скорее всего, мы пойдем на реку, потому что должен заспауниться краб на 3.15. У нас есть еще чуть-чуть времени. Я смайт, кстати, не буду именно поэтому отдавать. То есть, желательно приберечь смайт. На грампе, на лягушке можно его отдать, а потом уже приберечь. Не пойду через верх. Там сильно доминирует Владимир. И в этом будет очень мало толку, если мы туда сейчас с вами отправимся. Так, давайте начинать тогда сразу забирать крабоча. Краб must have. Это нам нужно обязательно сделать. Если мы хотим результат. Отлично, забрали. А вот теперь уже можно... Ого, здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Только драться я с вами не буду. Потому что здесь у меня нету мидера, ребята. Если нету мидера, то, естественно, драться нет смысла. Это слишком рискованно и неоправданно совершенно. Так. Наша задача. Сейчас быстренько тогда забрать големов. У нас вообще фул лес очистен. Я так думаю, он пойдет в нижний лес. А мы, в свою очередь, попробуем выйти на топ-лайн. Если Владимир сейчас не бэкнется. Так, давайте я сразу вам руну включу, чтобы если кому-то было интересно, вы могли их взять. Попутно буду рассказывать, почему именно такие роны. Но основная фишуля это сочетание выживаемости и урона, да? Так, сейчас попробуем выйти на топ-лайн. Самая большая проблема, то что не у лужи есть. Так, мне нужно дождаться, чтобы Малфит подошел здесь. Угу, окей. Он отдал уже. Так. Окей, все, минус флэш. То есть, если бы я сразу дал бинт, естественно, бы Владимир просто в лужу ушел. И мы ничего бы уже сделать не смогли. То в данном случае, если я к нему подхожу, ему пришлось уже флэшать. Мы как минимум выбили флэш. Не сказать, что очень большое достижение, но все равно приятно. Сразу зубэка берем себе лупу и берем себе пинкварт. Это нам тоже пригодится. Так вот, собственно, основная фишка это дрожь земли. Дающая нам после бинта выживаемость дополнительную, резисты дает. Снос помогает после успешного ганга немножко золота забрать, естественно. Накопление, опять же, увеличивает резисты выживаемость. В лесу это очень хорошо, потому что пассивно потом активируется вот этот вот профит. А до момента активации мы все равно имеем... Ну, в принципе, никакого бонуса нет, но оно нам и не нужно в ранней игре. Он меня, кстати, за контрджангл за это время, пока я был на топлейне. Но это нормальная ситуация, я проверил. Да, все-таки он забрал у меня здесь весь контент мой. Но ничего страшного. Мы сейчас заберем, попробуем повторно выйти на топлейн, либо на мидлейн. Сейчас посмотрим, как пойдет. Так, жалко, конечно, что два кемпаза брало, а не один, потому что один еще был бы терпимо. А два это, конечно, уже очень жирно. Два это много, ребята. Так, сейчас попробую подойти. Получится ли у меня здесь сейчас так сделать или нет? Нет, 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 нет. Не получается у меня здесь сделать. Не получается у меня вот так вот выйти подобным образом. Все-таки здесь аккуратно стоит мидер. Но его забрали все равно, кстати. Ясу, он молодец. Мы сейчас попробуем выйти на топлейн. Как раз у меня есть возможность. Так, хорошо, попал. Сразу смайк на замедление. Отлично, 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 отлично. Все, забрали. Повторный выход. Я так понял, у него в КД была лужа, либо он ее, получается, забыл активировать. То есть не среагировал. Но тут в любом случае, как бы, его ошибка. Если он с КД с лужей пушит, это легкий ганг. Он без флеша. И если здесь даже не в КД лужу дело, то тем более, да, если он просто на реакции не сработал. Так, получается, здесь накопление нам дает резисты уже к тимфайтам. В лесу здесь все равно лучшей руны нету в данном пуле, в данном тире. Поэтому мы берем обязательно именно дополнительные резисты. Потом. Так, кстати, сейчас на реку краб риснулся. Видно, да, здесь Кань на топе. Кстати, возможно, сейчас придется помочь немножко топеру. Если он сейчас полезет. Нет, он, кстати, не полез. Но зато мы сейчас краба можем потерять. Потому что смайт-то нету. А он сейчас сюда подойдет, очевидно. Да-да-да-да-да-да-да. Он сюда идет. Мне нужно... Мне нужно его как-то раздамажить, при этом... Так, при этом желательно... Не так, чтобы много потерять. Эх. Ясо. Поздновато все-таки подошел. Но там алфит еще залетает. Это есть шанс сейчас забрать Кайна, кстати. Все равно, в любом случае есть шанс. Да, отлично, они его забирают. Это очень хорошо. Мы выходим сразу на реку. Здесь апельсинки есть. Вижу файт на бутлейне. Сейчас попробуем выйти. Хорошо, хорошо, отлично. Хорошо, прикольно. Есть ульта. Через вот такой вот ультимейт. Хорошо, вовремя взял ультимейт. Отлично, забираем противника. И отправляемся доедать наши печеньки. Правда, сейчас мы, наверное, отправимся на базу уже. Ибо стоять здесь очень опасно. Я слишком на лоу. Лес я забирать не могу. Все стоит, все прикольно. Как бы хочется и на мид выйти, и на бот выйти. Везде хочется выйти. Но нет, к сожалению, такой возможности. Нужно чем-то жертвовать. И так, как я уже сказал, мы будем с вами собирать именно АП мумию в этот раз. Мумия АПшная, очень прикольная. Он будет сочетать как большую выживаемость за счет вот этих вот рун. То есть после врыва у нас будет дополнительная резиста. Тут дополнительная резиста. Чувствовать себя мы будем прикольно в тимфайте. Много урона наносить. Хорошую выживаемость иметь. Также здесь разрастание берется руна. Очень хорошая руна. Она дает нам дополнительно ХП. То есть, опять же, дополнительную выживаемость, которая будет скелиться просто потом к тимфайту. По большому счету, в лесу, на танке, нам не нужно здесь сейчас там именно танчить, да. Мы загангли и все. Все равно в плюсе. Там у нас больше человек на ганге зачастую. Поэтому руны берутся именно с келищейся, которые дадут больше профита именно в поздней стадии игры. Вот, собственно, они. Здесь также берется грязные приемы. Берется абсолютно... Берется, вернее, абсолютный охотник. В чем фишка? В том, что чаще сможем давать ультимейт и дополнительно наносить урон по законтроленной цели. Вот это тоже очень прикольно. Так, мы сейчас сразу забираем жабку. Нам сейчас нужно подумать, либо на бот выйти, либо куда нам выйти. Ага, окей, меня просветили, кстати. Тем временем. Нужно быть осторожнее. И заодно пропингую здесь, что... Ага, аккуратнее, ребят. Здесь может быть противник. Кто-то просветил. Скорее всего, Кайн. Могут они, конечно, сейчас пойти горного забрать, дракончика. Но без ультимейта связываться с Кайном не лучшая идея. Смайта у меня тоже нет. Я в любом случае ничего не сделаю. Гораздо выгоднее и эффективнее сделать акцент именно на лесе на своем. Забирай свой лес. И уже постараться выйти, возможно, на туплейн сейчас. Посмотрим. Так, берем здесь, сразу прокачиваем Ешку. Ну, да-да-да-да-да, вижу-вижу-вижу. Вы видели тоже, да? Он туда убежал. Кайн, кстати, на мидлейне. Сейчас посмотрим. Я, наверное, буду Геру забирать, потому что Кайн сюда не подходит. То есть мы стараемся максимум полезных объектов забирать. Главное сейчас ХП не потерять здесь много. Потому что Кайн может в любой момент сюда сместиться. А если он сместится и я здесь на лоу, ну, очевидно, это проблема будет для нас. Вроде он не торопится. Смайта у меня тоже нет. Вот это, конечно, рисковое занятие. Ну, я очень надеюсь, что у нас сейчас все получится. Потому что, конечно, Геральт очень много дает. А, ну все, найс, отлично. Так, сейчас посмотрим, сможем ли выйти на туплейн. Да выйти-то можно, но здесь, скорее всего, вард уже стоит. А я Геру не могу поставить. Так, Кай находится на топе. На боте, вернее. Мы на топе, значит, мы на топе будем ставить Геральта сейчас. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы нам не смогли помешать, чтобы мы максимум пользы сейчас смогли принести. Реализация Геральта, она очень много дает. Эх, успел он все-таки войти в лужу. Но здесь сейчас еще опять же у Малфита есть ультимейт. Малфит может ворваться. Пластину мы забыли. Нет, по-моему, мы до пластины не достали. Да. Очень жаль. Я надеялся, что Малфит сразу поддержит. Но, да ладно, чуть-чуть не успели там ультимейт дать. Успел он в лужу сбежать. Так, тогда сейчас заберем сразу големов. Смайта у меня нет. Можно будет, конечно, пойти в Лес Кайна. Но, опять же, опасно. Очень опасно. Там у нас уже, кстати, в тимфайт. На лоу без смайта, без флеша. Рискованно, конечно. Лучше подождать. Сейчас по сейфовому отыграем, не торопясь. Возможно, повторно на топ-лэйн сейчас выйду. Если Владимир не бэкнется. И вот за счет этого выхода повторного мы сможем какой-то профит получить. Я почти уверен. Контроля у нас много. У Малфита есть ульта. Так, посмотрим. Сразу проверку. Так, в лужу он уходит. Это значит, ульта Малфита сейчас пойдет сразу. Хорошо, отлично. Вот так вот, собственно, забрали. Забрали здесь Владимира. Зачищаем всех крепцов. Там можно сломать пластину. У меня сейчас снос есть. У него нет ТП. Мы видели, да, что он уже ТП отдавал. Поэтому, собственно, нужно запушивать. Как можно скорее. Я здесь вот стараюсь немножко помочь. Хочу вышку. Как можно скорее забрать. Вышка даст много золота. Плюс пластина, естественно. Это очень хорошо. ФБ вышки. Супер. Все, что нужно. Но для этого нужно сначала запушить эту вышку. Все, забрали вышку. Отлично. Малфит теперь может ровмить. Ну, вот такими нехитрыми манипуляциями мы сделали пользу для Туплейна. По поводу рун. Грязные приемы хорошо помогают наносить дополнительный урон, когда цель законтролена. У нас контроля очень много. То есть, это дополнительный наш демош. Очень приятная руна. Обязательно советую ее собирать. Так, дальше мы сейчас с вами пойдем в ботинки. Ботинки, я думаю, на Пенетру соберем. Что мы же хотим именно дамажащего мумию собрать, да? Керри мумию. И дальше уже будем выходить в Джоню. Нам нужна будет еще Джоня. Джоня это основной предмет для выживания для мумии. Это супер хорошая штука. Но можно еще и Морелла собрать для чистого демажа. По сквишам, по целям, у которых не собирают дополнительное сопротивление магии. РНЖ. Допустим, там Керри, Адекерри. Мы сферу соберем и пойдем уже в Джоню. Вот такой вот у нас план сейчас. Ну что? Живи, Малфит, я уже иду к тебе. Так, отлично. Даблкил. Супер. Хорошо! Ну, я, наверное, умираю. Я умираю! Да, я умираю. Но здесь должен я своего забрать. Хорош. Отлично. Четыре. Четыре человека в одного меня разменяли. Ну, там еще, конечно, Малфит был, но Малфит уже до нас дрался. Это хороший очень размен. Тут понятно, да, уже даже без объяснений, что мы очень много получили с этого тимфайта. Что, естественно, меня радует. Очень сильно радует. Так, нам нужно сейчас обязательно собрать себе... Где у нас здесь? Где у нас? Где у нас? Где у нас? Вот, 765. Но мы не можем накопить, к сожалению. Поэтому мы пойдем просто еще в одну книжку. И отправляемся в сторону блубафа. Итак, грязный прием. Дают нам дополнительный урон, естественно. Ультимейт. Частота ультимейта. То есть, чаще можем применять. Абсолютный охотник сокращает кудаун ульту. Ульта очень сильная у мумии. Я думаю, объяснять нет смысла почему, да. Огромный АОЕ урон. Очень большой бурст, контроль. Если у нас есть ульта, это совсем другой чемпион. Даже вот в ранней игре, когда мы делаем ганги через ультимейт, это гораздо более эффективно, чем если бы я без ульты гангал. Просто через один бинт. Поэтому, когда ульты, естественно, мастхэв. Здесь берем скорость атаки, силы умений, броня. Броня нужна против листных крипов, чтобы меньше хп терять. А, как раз таки... Так. Скорость атаки, она именно... Ну, АП, понятное дело. Дополнительный, опять же, демош. Так. А скорость атаки увеличивает скорость зачистки. Для танка в большинстве случаев надо было подойти. Я что-то провтыкал. Я думал, он задоджит. Это моя ошибка. Я мог его сейчас, в принципе, засейвить. Если бы не забирал кемпа, а сразу подошел. Но я почему-то был уверен, что он выживет здесь. Вот так вот. Самоуверенность подвела. Даже не самоуверенность, а уверенность в своем тиммейте. В своей команде. Подвела меня немножко. Сразу лупой. Прочищаем. Куст. Кстати, если кому интересно, играем мы на высоком эло. То есть здесь не низкое эло, здесь где-то алмаз. Примерно. Так что... Так что будет интересно, да? Именно вот эта страта, она немножко себя чуть-чуть не очень хорошо чувствует. Ребят, похоже, подзаболел немного. Но ничего, надеюсь, поправлюсь. Вот. Вот эта, собственно, страта должна себя хорошо проявлять вообще на любом эло. То есть даже ниже эло вы еще будете комфортнее себя чувствовать и быть очень крутыми дядями и тетями. Подхожу. Сразу контроль. Все, до свидания. Минус. Отлично. Даблкил. Как видно, урона очень много в состоянии после врыва кого-то сразу шутнуть. Не забываем, что у нас есть руна снос. Очень полезная, которая помогает нам сейчас, собственно, вот это дело все сносить. И идем уже дальше. Хотя здесь дракончик есть, кстати. Дракончик, которого еще никто не забирал, ребята. Я могу пойти его попробовать забрать. Моя команда пойдет пушить по боту и пусть идут. Это будет хорошо. Меня здесь не видно. Вот, я сейчас быстренько его заберу. И будет вообще хорошо. Единственное, надо проверить лупой на наличие вардов. Сейчас здесь варды, это, конечно, плохо. Дракончик нам нужен. Дракон, кстати, дает бонус на резисты. Что очень хорошо сочетается с нашими рунами. Да и с мумией в целом. Мумия выживает очень хорошо за счет резистов. Так, нам нужно сразу же свалочку забрать. И отправимся в верхний лес. Попробуем взять редбаф. Попробуем зачистить кемпов. Ну, как видно, кстати, у мумии нет проблем с фармом. То есть очень легко фармиться. Немного нужно в начале игры поаккуратнее с маной. Ну, то есть так мана менеджмент проявить, да. Не слишком агрессивно ее есть память. И все у вас будет хорошо. Ну, и еще, конечно, минус. То, что мумий не очень сильный он в ранней игре, как дуэлян. То есть вас могут, естественно, убить. Вас могут наказать. Более агрессивные лесники. Что-то типа Олафа, Лисина, Лизы и так далее. Которые просто банально сильнее вас. Но зато потом вы будете гораздо полезнее. Из-за ультимейта. Из-за большого бурста. Ну, и в целом, да. А у Е контроль в тимфайте это жестко. Одна ульта может выиграть игру, по сути. Так. Не зря всякие мумии и леоны. Это пермабан на Лоуэлла. Ребята, ну, плохо понимают, как их контрить. А урон они наносят колоссальный. Да и не только урон. Эх. Здесь вот. Плохо я сделал. Винтом не попал. Ну что, давайте попробуем. Я не знаю. Но я здесь вряд ли выживу. Да, это плохо. Очень плохой врыв от Малфита. Ужасный врыв от Малфита. Он ворвался зачем-то после того, как я бинтом миссанул. То есть, если бы он ворвался до бинта, это было бы окей. Если он уже видит, что я бинтом промазал, ему уже нельзя было врываться. Потому что я туда только пешком могу зайти. Мне флеша ничего не было. Так бы можно было череду контроля продолжить, но не удалось нам. Это был суперплохой врыв. Так. Ну что, мы сейчас собираем себе сразу куски Жони. Попробуем сейчас компэкнуть. Но вообще, в целом, у нас огромные шансы на победу. Если мы нормально подеремся. Если не будет вот таких, кстати, извиняюсь, тут немножко небольшой баг. Карта захвата чуть подлагала. В общем, если мы нормально раскастуемся все вместе, то это будет изи-победка. Но если вот такой вот, именно таких файтов больше не произойдет, естественно. Так. Так, 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 так. Блубаф есть? Нет, блубафа нет, кстати. Нам сейчас нужно быстренько все проверить здесь. Если профит. Есть ли враг здесь? Есть ли тут враг? Нет, врага здесь нету. Ну и больно хорошо. Мы сейчас оправимся. Стрессио уже. Опять, опять встревают. Опять ошибка. Опять ошибки допускают. Наши тиммейты. У нас очень сильный дефайт потенциал. Малфит, Ясу плюс мумия. Это супер комбо, которая может разорвать им файт. Только мы сейчас можем потерять барона. Нужно аккуратненько туда как-то зайти. Вижен есть, но этого недостаточно. Если они сейчас начнут брать, нам по-любому нужна... Нужна помощь от команды. Попробую. Нет, не получалось. Окей. Так. Ух, вот это комбо-вомбо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Все, я забрал. У меня очень мало ресурсов сейчас. Очень мало. Там джин выжил. Ну тут только джин выжил. Хорошо, все, задоджил. Найс. Да, с женом я уже не могу, к сожалению. Слишком мало здоровья, но комбо было хорошее. Мне понравилось. Так, нам нужно тогда сразу в жену выйти. И будем уже покупать себе просветку. Мне кажется, просветка нам здесь пригодится. Есть шанс, что они точно так же пойдут на оборону. И за счет просветки мы можем более эффективно ворваться. В тот раз я кинул бинт, не попал, не было вижена. Неудачно. Но в целом комбинация неплохая у нас удалась. Так. Давайте я, наверное, уже статы подрублю. Так будет более полезно. И отправляемся в сторону дракона. Битвы, конечно, у нас очень эпичные. Аккуратно, аккуратно, аккуратно надо. Ребят, надо аккуратно. Самое главное, аккуратно. Окей. А, не забрали, да? Я забрал. Окей. Второй дракон наш. Очень плохой файт, ребята. Очень, 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 очень плохой файт. Не-не-не-не-не. Это очень плохой файт. Нам здесь нельзя было драться неэффективно. Во-первых, два ультимейта не прожаты. И они были рассеяны. То есть двое были вообще в отдельной стороне. Мы не стояли вместе. Нам надо было все вместе стоять. Наша сила именно в том, что мы можем вместе комбить. То есть мы как одно целое, как одна команда должны играть. А не поодиночке. Если мы играем поодиночке, в этом мало толку. Примерно тысяч пять, допустим. Окей. Ждал до последнего, чтобы Жоню применить. Но хотел как можно больше времени вытянуть у них. Все равно он меня съел. Здесь я никак не уходил, очевидно. Да, он меня уже не отпустил бы. Сто процентов. Успели они забрать. Но одного я тоже с собой забрал. Так. Нам сейчас нужно, ребята, по-хорошему шапку собирать. Чтобы еще было больше урона. А еще лучше, наверное, даже Морелла сначала собрать. Здесь такой мощный файт проходит. Минус два в меньшинстве. Опять же, невыгодно потрейдились. Ультимейт. Атеза. В притык. Плохо. 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 Не получается у нас. Не получается. Не получается разыграть. Очень много ошибок. Тимфайтных. В притык ультимейт. Это плохо. Это плохо. Так. Нам сейчас надо... Как-то дождаться ульты. И попробовать разультиться уже... Ну, пусть пушат. Где-то около нашей базы. Дальше они ингибитора вряд ли пойдут. У нас же команда рестница. Дальше они уже не должны пойти. Ага. Если бы попал, это был бы килл однозначно. Так. По одиночке ходить не стоит. Нам сейчас надо сгруппиться. По-хорошему. Либо подловить врага по одиночке. То есть мы можем как бы... Не обязательно даже группиться все вместе. Но хотя бы, чтобы у нас было численное преимущество. Если мы сейчас будем драться из отставания. У них барон. То может просто... Закончить игру. На одном файте. Если они выигрывают файт. И выигрывают игру, само собой. Ну, диммер неприятный. В одного ультимейт. Без ясу. Очень плохо сыграно. Очень плохо сыграно от малфинга. Меня сейчас убьет. Жоня. В автоатаку. Окей. Ну, здесь эз даже не подошел. Опять же. Мы были без эза. И изначально плохая разыгровка. Опять же. Ультимейт в одного. Это плохо. Надо было, чтобы ясу был рядом. И, естественно, ни в одного Владимира улететь. В Владимир у них самый толстый чемпион. У них, конечно, есть Кайн. Красный. Но Владимир все равно более толстый. Как по мне, у него есть сустейн. И если ты его не шотнул. Он, естественно, просто выхилится. И это будет проблема. Что, собственно, и произошло. Хотя, может быть, и Кайн, конечно, примерно равный с ним по выживаемости. Но, в любом случае, это не чемпион для ультимейта. Малфиту надо либо в Джина. Либо в Виктора улететь. Вот тогда это будет эффективно. То есть квишовые чемпионы, которых можно, естественно, подбросить, бурстануть, взорвать. Чтобы туда еще ясу залетел. И это уже будет хороший килл. Ну, жалко, что команда тилтует. То есть здесь, конечно, можно еще выиграть без особых проблем. Но они просто все тилтуют. С ясу не подошел сейчас. Но тут даже не столько ясу. Тут больше Малфицезом тилтуют, мне кажется. Не хотят уже играть. Ясу забрали. Но это что-то с чем-то, ребята. Так, хорошая ульта, кстати. Да ладно. Даже так. Я думал, он его заберет. Ну, Малфит-то должен здесь. Хорошо, Малфит забрал. Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы так. Давай. Давай, хотя бы так. Это из-за очень мало демажа. Ну, хотя бы так-то. Ой, чуть-чуть нам не хватает, да? Надо шапку собрать. Шапку, шапку, шапку. Ушанку, шапку, ушанку. Давайте соберем. Большой жезл. Чтобы было еще больше урона. Здесь по-другому вариантов нет уже собираться. Но нужно дамажить. Мне не хватает урона сейчас. Вот шотнуть не получилось уже. В идее шапка должна уже быть. С шапкой мы будем ваншотать. Но, как видно, все равно для нанесения урона мы все-таки очень много дамажим. Там выживаемость хорошая. Понятное дело, что это не фуллтанк Амуму. Но фуллтанк он редко используется сейчас. Это уже не такой метовый чемпион. То есть, если используют Амуму, то используют его такого гибридного. Полутанк, полукерри, полу-АП. Ну, тут та сборка, которую я использую. Это кто-то скажет, да, это же чисто АП. Не совсем. Здесь и ХП есть, и резисты есть, армор, выживаемость есть. Здесь много хороших вещей. И сами руны по себе созданы, заточены под такого гибридного пацана. Так. Ну что, посмотрим, там есть кто-нибудь, нет? Здесь кто-нибудь есть? Ой, мискликнул. Дайте знак. И мискликнул. Кто-то был, да. Кто-то там был. Так. Давайте сейчас запушим по мидлейну. И... Ну и что? Ну и все. Уже какой-то профит. Какой-то профит мы смогли получить в этой игре. В любом случае. Не знаю, как закончится. Но самое главное, я вам показал примерно, как реализовываться в Йорли-гейме за мумию. Что делать. Видно, за него можно очень легко сноуболиться. Он довольно полезный. У него сильные ганги. Он хороший в тимфайтах. Но, понятное дело, как бы всегда есть игры, которые тяжелые. Либо которые вообще выиграть не получается. Такое возможно. Поэтому, если вдруг вы там проиграете, сильно не расстраивайтесь. Одна игра это не критично. Так. Хорошо. Нам сейчас нужно выдать хороший энгейдж. По-хорошему. Я Виктора. Виктора, Виктора, Виктора. Держу дистанционно. Хочу хотя бы Виктора, ребята, забрать. Да, я забрал Виктора. Но в соло Виктора приходится забирать. Опять же, Малфит без ультимей. Малфит не ультил. Ясоу не ультил. Они просто не ультуют. Не используют свое преимущество. Это, конечно, печально. Это очень печально, ребята. Малфит умер с ультой. Жалко, жалко. Вот поэтому мы и проиграли. Очень жалко, что Малфит не ультил нормально. Затилтили, ребята. Если бы немножечко постарались, на морали сыграли, я уверен, мы бы сейчас победили. Одна из причин, кстати, почему самое главное в игре это не тилтить, а играть до последнего, стараться бороться. Всегда можно выиграть. Но такой небольшой вам урок, показатель, почему не стоит тилтить и нужно бороться до конца. В любом случае, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok